Хей! Меня зовут Вика и всем огромный-огромный привет уже из Канады! Йес! На данный момент я нахожусь в городе Виктория. Виктория приехала в Викторию. Это судьба, ребята, иначе просто быть не могло. Сегодня в этом видео я вам расскажу, почему я здесь, как я сюда попала и вообще, чем я буду здесь заниматься. Надеюсь, вам будет интересно, так что оставайтесь и поехали! Знакомьтесь, это мистер Мэйпл, и именно с ним мы будем исследовать Канаду вместе. Не так давно, в прошлом году, стартовал уникальный образовательный проект «Конкурс», который предоставлял возможность посетить одну из провинций Канады, пройти там по обучению, попрактиковать свой английский, завести новые знакомства и просто познакомиться с культурой. Я один из десяти тех счастливчиков, которые прошли все отборочные туры и дошли до победного конца. По секрету, ходят такие слухи, что проект этот будет продолжен, поэтому я где-нибудь здесь оставлю мистера Мэйпла, и вы всегда сможете кликнуть на него, перейти по ссылке и зарегистрироваться. Для тех, кто отнесся к моим словам скептически, если это ты, то в прошлом году я сама так думала, и это сумасшествие, потому что сейчас я на другом континенте. А-а-а! Так что, иди и регистрируйся. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Когда я узнала о том, что я отправлюсь в провинцию Британская Колумбия, я была просто несказанно счастлива, потому что эта провинция самая-самая красивая. А что еще интересного? Снимается очень много фильмов, а я тот человек, который любит посмотреть сериалы. И если вы смотрели сериалы такие, как Сверхъестественная, Стрела, Флэш, Мотель Бейтсов, они все снимаются в Британской Колумбии, в Ванкувере, в окрестностях. Я приехала чуть раньше, чем начинается обучение, и я жила два дня в хостеле, в центре города. И это были просто замечательные два дня, которые пролетели, к сожалению, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Но вернемся к главному. Учиться и практиковать свой английский. Я буду в английском языковом центре при университете Виктории. И что самое интересное, я один из всех блогеров, кто живет в общежитии, а не у принимающей семьи. Информации было мало, и я не знала, куда именно я еду, как будет выглядеть резиденция, и где я буду жить, какие условия будут. И это именно тот момент, когда реальность превзошла все мои ожидания. Общежитие, о территории, о кампусе я вам расскажу, наверное, в отдельном видео. Кстати, если вы хотите, ребята, я сделаю отдельное видео о вообще, о том, как я всегда добиралась, потому что это был очень длинный путь, и о том, как я чуть не опоздала на самолет. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, если вам это будет интересно, о моих каких-то страхах, смешных моментах. И вот, например, я думала, что меня будет укачивать, укачивать, потому что я тот человек, который его просто за поездку в автобусе может укачать. Но нет, таблетки мне не понадобились, что было классно. Но всегда со мной была главная таблеточка. И с ней вместе мы тоже будем много путешествовать. Я ее просто обожаю. Не знаю, что будет дальше, что меня ждет, но мы будем узнавать это вместе. А сейчас я побежала на тест, а потом на тур по территории университета, на тур по территории резиденции. Мне расскажут, что как происходит. Об этом я вам расскажу в следующем видео. И если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И также оставляйте, пишите комментарии, что вам было бы интересно увидеть в следующих видео. Пока, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok